И доброе утро. Мы продолжаем все-таки лекции по клиент-серверным приложениям. Открываем лекцию. Мы довольно сильно отстали. Попробуем догнать. Если не получится, значит придется вам лекции осваивать самим. Но лекции на самом деле не сильно сложны. Сегодняшняя лекция получается уже еще девятая. Это обсуждение, какие виды серверов вообще есть. Из типичных. Один из типичных это веб-серверы. Это серверы, которые дают возможность подключаться по протоколу HTTP. Но сейчас они используются для очень широкого спектра задач. Не только для того, чтобы просто давать доступ через интернет к каким-то ресурсам, к какой-то информации, к каким-то текстам или, допустим, видео. Но и полноценные приложения, которые работают через веб. В том числе и мобильные. Поэтому веб-приложения на основе веб-серверов. Это сейчас очень широко применяемая вещь. Соответственно, переходим от веб-серверов к серверам приложений. Сейчас эти два сервера почти слились. Это для того, чтобы давать централизованные, для доступа к каким-то централизованным решениям, каких-то прикладных практических задач. То есть, например, введение планов, расчет каких-то схем. То есть, любые задачи, которые должны выполняться каким-то широким спектром людей, можно для них создать приложение и, соответственно, сервер для этих приложений. Дальше это серверы баз данных. Серверы баз данных – это сервера, которые дают доступ к структурированным данным. Это может быть, допустим, сервер базы данных одной компании какой-то. Или какая-то единая база данных. Например, база данных, открытая база данных по какой-то информации, чтобы люди могли какие-то, например, нейронные сети обучать. Например, база данных фотографий, где вы платите какую-то небольшую денежку, чтобы можно было использовать фотографию человека, который фотографировал, например, где-нибудь в Бразилии. Дальше. Файл сервер похож на сервер базы данных, но отличается тем, что в сервере базы данных все данные структурированы и разделены на категории, которые друг с другом связаны. Файл серверы – это серверы, в которых хранятся файлы. Например, Google Диск или Google Фото используют как раз-таки файл сервер, потому что там хранятся различные документы, какие-то фотографии и так далее, но они никак не структурированы, там может быть отсутствовать какая-то жесткая взаимосвязь между файлами. Человек как положил, куда положил, так оно и хранится. Дальше идет прокси-сервер. Это сервер, который выполняет роль посредника между ресурсами человека, компьютером, телефоном и интернетом. И, соответственно, обеспечивает защиту. И второе – он хранит всю информацию, которая запрашивалась, в которую обращался человек, в который обращался, обращалась в приложении, в кэш-памяти на каком-то локальном диске. И, соответственно, можно ее достать, даже если, допустим, интернет отключился, или чтобы ускорить обращение к этой информации, чтобы быстрее можно было и легче к ней добраться. Дальше – это фаервол или брендмауэр. Это мечетевой экран, который фильтрует входящий трафик, то есть что может через него проходить. Его можно использовать для защиты себя от каких-то нежелательных атак, но также можно использовать, например, в фирмах иногда фаерволы используют, чтобы работники лишний раз в социальные сети не лазили, использовали только те ресурсы, которые им нужны для работы. Даже есть забавная… забавная фраза. Наверняка великую китайскую стену вы знаете. Chinese Great Wall по-английски. И в то же время есть Chinese Great Firewall, то есть великий китайский фаервол. Вы знаете, что в Китае у них есть на государственном уровне ограничения на ту информацию, которая в их сеть может попадать, и информация, которая из их сети может попадать вне. То есть там стоит великий китайский фаервол, который закрывает китайскую сетку от всего остального пространства интернета. для того, чтобы, допустим, выходить в Facebook из Китая, нужно использовать дополнительные ресурсы. В принципе, вы с этим более-менее наверняка слышали по аналогии ситуации с Телеграмом в России. Следующие – это почтовые серверы. Это серверы, которые помогают отправлять и получать электронные почтовые сообщения. Это Mail.ru, это Gmail, Yahoo Mail. Все эти почтовые сервисы, которые используют для того, чтобы открыть свою почту и ею пользоваться. То есть они непосредственно хранят чисто сообщения, чистые имейлы. И серверы удаленного доступа – это серверы, которые позволяют использовать какой-то ресурс компании в удаленном режиме. То есть у вас сервер стоит где-то в офисе, и любой сотрудник этой компании может к ней обращаться. Но это на самом деле не все варианты серверов, которые могут быть. Так, это только самые распространенные. По этим серверам какие-то вопросы есть? Артем, Бауржан, Расул. Бауржан с Расулом только присоединились. У них, скорее всего, пока вопросов еще не сформировалось. Артем, у вас. Ну, это лекция максимально короткая. Я ее сейчас постаралась быстро рассказать. Поэтому давайте сделаем так. Я запись остановлю. Расулом. Расулом.